Это так неудобно вообще, очень неудобно. Эмоции мои переполняют меня. Так эмоционально женщина переживает за павильоны, которые сейчас убирают возле краевой больницы. Купить цветы, продукты, свежую прессу Наталья Викторовна здесь больше не сможет. Целый ряд торговых точек демонтируют. Люди говорят, что здесь можно было запастись всем необходимым, но теперь, видимо, придется искать другую альтернативу. Раньше вот я иногда заходила и покупала какой-то цветочек доктору. Я иногда покушать заходила, потому что вот буфет сейчас не настолько хорош, как раньше был. Двери, окна, оборудование, вывески, все, что можно спасти от топоров и пил, возвращают владельцам торговых точек. Остальное все превращается в стопки металла и дерева. Скоро это место весьма преобразится. Уже всем до боли привычный вид, совсем скоро изменится. Здесь параллельно партизанам железняка пройдет дорога дублер, рядом установят парковку на более чем 100 машиномест. А вот павильоны останутся в прошлом. Здесь благоустроят газоны, зеленые изгороди, положат новую брусчатку. На ней новые урны и скамейки. Все эти работы планируют завершить за лето. Наша основная задача обеспечить парковочные места. Те, кто приезжает из края. Это те жители, которые необходимо участвовать, кому необходимо приехать в краевую больницу и просто, ну, обратиться за помощью медицинской. Мы оценим, сколько будет парковочных мест, но это очень важно для нас сегодня. Поэтому вот эти парковочные места, конечно, это наша вот такая сверхзадача, о которой мы должны определиться. Главный врач краевой больницы говорит, что особой надобности в павильонах здесь нет. На территории есть мини-маркет, а вот парковка действительно необходима. Люди вынуждены были бросать машины на проезжей части или парковать на газонах, чтобы попасть на прием. Безусловно, в этой парковке нуждаются жители, которые приезжают в нашу больницу из других территорий. Кровая клиническая больница сегодня на 70% обслуживает жителей Красноярского края, которые добираются сюда не только на общественном транспорте, но приезжают активно и на частном транспорте. И учитывая, что еще и строительство сейчас идет, вся территория, как вы можете видеть, тоже выведена из активной эксплуатации, вот эти парковочные места будут очень важны для людей, которые приезжают из других городов. Чиновники отмечают, что все торговые точки в итоге согласились переехать, и все предприниматели, которые обратились за помощью, получили компенсационные места. Антон Шевчук, Дмитрий Яковлев, Афонтова новости. Дмитрий Яковлев, Афонтова новости. Продолжение следует...